нужно давать какую-то базу ground то есть на примере вот ваших вопросов а что как написали может ли мастер делегировать свои обязанности нам так звучал вопрос или немножко по-другому и сейчас так сейчас прямо вопрос вопрос я даже сейчас более углубленный наверное озвучу допустим мастер делегирует часть своих обязанностей и тут все очень отличается с одной стороны есть так скажем несколько причин по которым он их делегирует одна из причин может быть потому что он просто не хочет этим заниматься это может быть какая-то бумажная работа какая-то рутинная работа которая не представляет обладание некой компетенцией и опытом то есть я имею ввиду о принятии каких-то решений как в грузовых делах навигационных делах это одна сторона вопроса он может делегировать потому что он просто не хочет этим заниматься например какую-то рутину заполнять какие-то формы считать какие-то цифры и таким образом нагружает помощника так что он уже перестает справляться уже со своими обязанностями то есть есть некий объем работы который нужно в любом случае сделать на пароходе и происходит некий дисбаланс дисбаланс одни нагружаются люди другие люди отдыхают это как бы первая сторона вопроса вторая сторона вопроса почему и капитан делегирует потому что он хочет научить человека он контролирует процесс в плане навигационной части в плане каких-то делал в деловой переписки он подконтрольно дает помощнику работу с тем чтобы его научить это уже совершенно другое где есть граница вот это бизнес мой я его должен делать как капитан да а вот это бизнес помощников это делают помощники понятно что в каждой компании есть смс и расписано что кто должен делать вот как здесь сохранить некий баланс в то же время в смс также и прописывается что чтобы капитан обучал помощников управлению судном например судно следует в процессе османской проводки проходя определенные узкости швартовка и капитан привлекает помощников управления он не ставит его конечно же инкон официально нет но помощник пытается сформировать свои первые попытки принятия решений остановимся на дальше чтобы не накручивать на главном вопросе может ли мастер делегировать свои обязанности если вот все время начинать с каких-то этажей они с фундамента то все время будет вопрос про первый этаж про десятый этаж про 15 этаж а все стоит на фундаменте на который вы упоминали но его проскочили как бы так не обращая на него внимание свои обязанности свои мастер делегировать не может а вот теперь нужно разобраться что такое свои обязанности для этого нужно понять и дальше еще главное отделить обязанности от ответственности то есть есть четкое понимание что такое обязанность что такое ответственность что такое полномочия и компетенции вот этот слайд есть и так если посмотреть мастер он бывший навигационный 3 2 старпом капитан обязанности 3 обязанности 2 обязанности старпома и где там дальше обязанности именно капитана не ответственность обязанности мы заглядываем правильно сказали сн и опять же фундамент на который нужно опять же покажу необходимо ссылаться обязанности прописаны прописаны так потому что они именно соответствуют квалификации и назначению то есть для чего капитан на судне для чего старпом на судне для чего стармех на судне это рабочий объект у каждого свои функциональные обязанности все функциональные обязанности соответствуют компетенции таким образом набирается экипаж который выполняет и вот есть обязанность у капитана которую не может делегировать он не может делегировать например представительство судно и судно с внешними контрагентами порт власти компания сама то есть мастер-представитель компании он не может сказать стармеху иди сам общайся с властью или иди сам общайся с фрахтователем когда фрахтователи требуют или с компанией если компания установила связь только через капитана потому что техническую часть дальше мы берем еще и стармеха то есть вот это управление затем поддержание дисциплины на верхнем уровне то есть администрирование все это капитан а вот то что путают с ответственностью и обязанностями можно показать на примере пассаж плана пассаж план это письменное распоряжение капитана на вахту для движение письменное распоряжение капитана пассаж план его составляет второй помощник а подписывает капитан тем самым его утверждая к действию не может его утвердить не старпом не второй помощник его может утвердить только капитан и после того как он поставил свою подпись он полностью отвечает за этот план а все должны его выполнять и никто не может его изменить изменить его опять же обязанности если необходимо капитан а выполнять процедуру само изменение техническую то есть грубо говоря в обычном офисе директор говорит секретаршина печатайте мне письмо я подпишу отправлю организатор забудьте организуйте мне встречу но это не означает что саму встречу назначает секретарш он назначает также и здесь ответственность и обязанность затем то что напрямую связано с обязанностями напрямую связано с обязанностями например управление аварийное не может капитан бросить судно и сказать о старпом управляя я пошел я сбежал нет это уже обязанность возглавлять все управление быть наверху и соединять затем обязанность те же самые обычные так называемые митинги это обязанность капитана состыковать департаменты чтобы они работали вместе то есть вот это вот все управление это обязанности подать судно в порту notice of freedom он может дать старпому его написать но подать его это обязанность капитана то есть моменты где делает только капитан не отвечает а именно делает расписать вахту поддерживать дисциплину и так далее тому подобное а теперь понимание делегировать что такое делегировать 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 вахтенный помощник чем он занимается берем стеси дабы в вахтенный помощник полностью ответственный и все делает на своей вахте пока его не сменили неважно кто это делегирование то есть судно работает в этом режиме помощник ведет судно и делает все сам до какого-то момента где наступает момент и не хватает его компетенции чтобы действовать на том уровне на котором ему необходимо по обстоятельствам тогда он вызывает того кто компетентен следующий если мы берем опять же стеси дабы старший помощник это вот в слайде старший помощник и капитан это абсолютно одинаковые требования отличие дальше идет в чем стаже в опыте подготовки абсолютно одинаково все что знает капитан знает старший помощник но еще раз все что знает старший помощник знает капитан и наоборот но его должность капитана еще и над старшим механиком и вот здесь вот обязанность состыковать всю техническую часть с навигационной частью навигаторы они не инженер состыковать это обязанность то есть все вот эти мидинги это не прописывать а делать это именно не может сказать старпом давай проводить виклимитинг старпом не может указывать стармеху стармех не может указывать старпому по некоторым частям по некоторым может а как организм вместе будет работать для этого структуре капитан то есть не нужно путать вот эти вещи ответственность и обязанность и когда фраза идет тоже в вопросе капитан отвечает за все что это означает все это и есть тот самый объект судна и вот капитан как раз отвечает за то чтобы судно выполняла то что для чего она предназначена вот за это она отвечает внутри как это происходит вообще не должно ни на кого как говорится влиять что там у вас это как вы в ресторан приходите а вам отвечают ну вы понимаете у нас там сегодня шеф-повар там поменялся меня это не волнует меня волнует блюдо которое вы мне подали они что у вас происходит также и здесь капитан отвечает именно за то что делает судно они что внутри происходит я имею ввиду с точки зрения за все а вот то как он это наладит внутри это как раз его обязанности он должен это сидеть ну естественно капитан не скажет фрахтователю почему у меня ошибка в нон-репорте потому что у меня второй помощник был балбес да тоже не скажет приставки как раз так и получается вот у меня наглядный пример я был приехал на судно принимать дела другую компанию они решили что откатка нужно и вот старый капитан дрейфуем 20 милях от англии поднимается черная таможня таможенная зона еще и давайте ваши декларации которые мы подготовили на приход в порт подает и капитан зовет помощника тот приносит подает они читают декларацию идут проверять ну я бы сказал наверно на порядок то есть не 10 а 100 картон сигарет и вот тут начинается и капитан такой да это типа вам треха я ему так очень доходчиво капитан нет это не третий помощник подал нам декларации это вы это ваша обязанность подавать как вы ее проверили внутри это ваша обязанность наладить работу а теперь наступает ответственность и это ваша ответственность теперь то есть вот это четко на моих глазах на пальцах объясняли старому капитану почему я говорю теперь вот после этого вопроса что я хотел показать ну и вот то что говорил наговаривал в лекции что какая путаница происходит в мозгах у капитана и чем она связана она связана именно с тем что традиционное судно исторически автономное судно автономный объект управляется только изнутри сам автонома объект поэтому на нем тот кто управляет это закон почему слово капитана закон на всех табличках до сих пор если мы смотрим старых фильмы такие бляшки слова капитана закон царь и бог и все дела и так далее да вот она бостынская компания вот это судно ушло и вот она там и воюет и груз везет и целый год пропадает и возвращается кто им управляет один человек капитан все вот она структура управления это есть автономное управление поэтому все там все внутри все вот здесь затем появляется радио да ты ты начали связь осуществлять и тут тот кто владеет судно начинает потихоньку уже команды давать управлять потом спутник появился письма переписки хлоп уже больше управления пошло уже больше зависимость потом уже потоковая информация и судно привязано и вместе с этой связью линк появился связь появилась к объекту все объект уже не автономный им управляют ну и соответственно это оформляется теперь нормально на уровне законодательном асм-код асм-код это обычный кодекс управления который существует во всем мире с 19 века с начала 20 века его не было только в морской индустрии обычно управление ответственность того как обычно их предприятиям компания кто такая компания это тот кто взял на себя всю ответственность за управление судном включая техническое экипаж и все остальное 8 код так написано все ответственны и вот теперь ответственность вся там в результате тем становится капитан капитан становится администратором особенно становится просто одним из подразделений производстве производственное подразделение находящиеся на воде управляется с офисом какие команды дают какие инструкции прописали и тут уже понимать экипаж капитан теперь это экипаж вот еще раз традиционно автономно капитан отдельно почему путают капитан и столько-то членов экипажа а сейчас просто просто столько-то including master добавляют чтоб не путались потому что традиционно был отдельно а тут все это просто экипаж им такой же наемный работник также наняли также уволили такие же обязанности также прописан вот с этого нужно у всех контракт собрали по контрактам и вы пришли выполнять работу вы не для себя работаете это не ваше судно вас написали вы это делаете не написано написали что только то что совпадает с компетенциями написано компетенция что делегировали капитанова владельцы и управляющая компания с берега что если где-то не прописано а компетенциям совпадает может прописать на борту сумма но это опять же изначально прописано инструкция но в общих чертах то есть если не без конкретизации администрирование администрирование вступила в силу и поэтому пошло функциональная разбивка по обязанностям папочки капитана на полке папочки старпома на полке стармеха и так далее в них бумажки которые они подшивают ну грубо говоря это вот и есть структура административная структура и все то есть дальше капитан управляет как администратор то есть он должен это его обязанность главный администратор на борту чтобы каждый выполнял свои обязанности и все вместе судно работала и выполняла только для чего оно предназначено не более того но как только где-то что-то возникает идет вопрос вот это делать действия капитана я смотрю с компетенциями совпадает еще раз ни на кого вы учились никакой у вас диплом а компетенции которые прописаны на которые ссылается контракт а это пднв компетенции все либо дополнительные курсы вот с этими компетенциями совпадает совпадает работа распределяется ограничение по времени совпадает совпадает не совпадает капитан это его административное сообщить что времени у меня ресурсов то есть административная работа есть ресурсы нет ресурса работа капитана то есть работы больше чем у меня ресурсов давайте дополнительного помощника либо растягиваем по времени работу вот это обязанность капитана вот это и есть администрирование это обязанность капитана быть администратором и все что связано вот просто берем учебник по администрированию и читаем его не говорим что он для берега написан мы уже понимаем что все что написано для управления одинаково что для берега что для судна всего и сын код хватит дальше разговаривать забудьте слово safety просто ход управления ответственности то есть получается сегодняшних реалиях у нас лидерство то есть получается у нас сегодняшних реалиях капитан это по сути орговик то есть он осуществляет некий организационный процесс чтобы каждое звено в цепочке работала вот это его основная функция еще директор директор парохода начальник дальше что капитан по своим компетенциям может делать то чего не делал не может делать никто зачем он нужен но это опытный старпом опытный в чем в управлении судном как физическим объектом маневрирование лоцман то есть капитан как раз он подход сложные условия маневрирование заход без лоцмана якорная стоянка швартовка где-то капитаны получают допуск работать без лоцмана вот это уже обязанности капитана прямые он не может сказать старпому давай швартусь сам и поэтому даже компании четко прописывают например если обратите внимание для навигации по речкам несколько дней амазонка там что старпом может подменять капитана но на смену лоцманов капитан должен подниматься нам вот так вот она даже сразу в инструкциях это уже прописан вот поэтому они даже сейчас и организовывали когда мы подходили к молока стрейд мы организовывали так с учетом что мы будем подходить брать лоцмана чтобы капитан был именно на мостике и мы соответственно изначально стыковали так часы чтобы когда мы уже зашли в узкость зашли в тсс будет ли это старпом в начале на мостике находиться и принимать управление либо это будет капитан находиться и соответственно с тем расчетом с учетом нашего если мы это time of arrival мы подсчитывали так чтобы именно капитан был на мостике когда мы будем подходить космос кай станции и брать вас мана исследовать там либо на якорь либо на причал там еще не было на тот момент проспектов и также во всех вот таких протяженных участках навигационных где требуется османская проводка то соответственно нас тоже да это прописано что должен быть на мостике именно капитан на эти компетенции обязанности то есть сформирован экипаж из необходимости выполнения рабочих функций по количеству персонала из тех компетенций чтобы все вместе охватить компетенции инженеров компетенции навигатора если отдельно компетенции электрометной по электрической части компетенции по медицинской части если такие где требования еще медсестры есть компетенции по обеспечению не продовольствием питания повар повар это одна отдельная компетенция она требует отдельной сертификации вот из этих компетенций на них функции вернее функции которые нужно выполнять под них компетенции и люди с этими компетенциями обязанность капитана чтобы это все вместе работала как единый механизм вот это его обязанность чтобы это все состыковано было и работала как единый механизм хорошо тогда такой вопрос куда можно отнести вот ту самому работу капитана которая включается когда происходит аварийная ситуация которая не прописана она может быть прописана в общих чертах да у нас есть определенные процедуры на выхода из строя технической каких технических узлов может быть даже прописано при каких обстоятельствах это происходит но не все может быть прописано например такие беспрецедентные ситуации на борту это может быть потеря жизни смерть на борту вот вы это спрашивали и здесь вот смотрите опять же возвращаемся к чему не забываем что судно это не автономный объект любая любой инцидент на танкере вы знаете инцидент репорт и к нему дальше идет время зависящее от серьезности случая либо в течение суток либо в течение нескольких часов либо и медведь ли зависит от категории инцидента аварийности случая репорт кому администрации а так как ответственный кто берег то естественно своему управляющей компании это первое это мастера как раз обязанность первое сразу состыковать состыковать всех заинтересованных лиц это в этом объекте понимаете еще раз вы на работе это не ваш я такой пример приводил когда меня спрашивали вот врач врач в клинике вот он врач например терапевт вот привезли больного ему требуется там срочно к это операция вот там задыхается там к терапевту никто не обращается и он не лезет никуда вызывают хирург приехал там своим делом все сделал на улице тот же самый врач просто раз из кому-то плохо и он кидается и он помогает аварийно даже может не специалист но он берет на себя ответственность и делает то что он считает все таки он сможет спасти этого человека то же самое у нас у нас на борту судно работа каждый занимается своим делом случилось это у капитана 1 раз ты зависимый объект они автономны сообщить тому кто будет принимать решениях если эти решения принимаются зависит сразу сторона дела коммерческая сторона юридическая то есть много разных факторов взаимосвязанных люди разной национальности разной государственной принадлежности разные контракты даже по этим контрактам разные обязательства у компании еще раз компания 1 кто несет ответственность здесь соблюдение стопроцентное соблюдение процедур а а дальше что капитану дается оверрай диносорики так называемый да это когда процедуры не совпадают с действием и надо действовать либо когда процедура отсутствует и надо тоже действовать вот тут он действует но самое интересное что вот этот момент до сих пор лапс такой огромный заявление statement есть об оверрай диносорики а процедура оверрай диносорики нету как это фиксируется что все с этого момента наступают оверрай диносорики в соответствии с этим я подвигаю все правила компании я действую а потом если я действую когда мои действия заканчивается обратно возраст процедура но вот этот момент пока я действовал все что я делал вы не имеете права после этого не предъявлять претензий что я делал не так как я хотели бы делать вы вот этих процедур нигде нет так что большей степени капитан администратор потому что если этот администратор а с оверрай диносорики вдруг сделает не то что хотела компания то его контракт на этом тут же закончится он уедет домой приедет другой капитана и все и другой администратор будет на борту суда хорошо у меня вот такой вопрос значит у нас как все помощники привыкли начиная с самого молодого и заканчивая старпом а если что-то происходит не так если мы сомневаемся если нужно так скажем помощь при которой нужно компетенция как вы сказали да следующая то мы привлекаем капитана и тут этот помощник отработал более 10 лет сроки разные бывают стал капитаном и тут происходит наверное вот наверное все таки у человека будет происходить а кому обращаться дальше и тут уже идет непаханное поле то есть мы выходим за рамки парохода есть компания есть департаменты что обращаться вот здесь вот уточнение если если компетенции капитана первое не хватает да есть процедура когда капитан изначально вопрос 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 как человеку этот человек спрашивает что не хватает компетенции капитан то есть вопрос рабочий смотрите сейчас я я еще не сформулировал не смотрели не сформулировал до конца вопрос вопрос был такой что помощник когда шел капитанской должности он привык репортовать и обращаться непосредственно капитану когда человек уже становится капитаном ему необходимо обращаться дальше и получается что если раньше он мог не задумываясь обращаться только к одному лицу то теперь став капитаном человек должен обращаться во все возможные инстанции и правильно ли он обратился в правильный ли срок он это сделал как вы сказали прошли сутки прошли три часа либо это сделать незамедлительно а если произошел какой-то инцидент произошел к примеру розлив либо произошла какая-то поломка есть репортная система есть компания то есть человеку нужно состыковать в новой должности вот как я вот это вижу некую форму то есть некий алгоритм действий зависимости от того что происходит соответственно туда мы обращаемся дальше чтобы как вы сказали вот это вот цепочка связи между берегом и судном то есть как уже не автономного объекта чтобы она работала уже за пределами парохода чтобы капитан смог организовать в том числе и эту связь правильно и вот как человеку включиться в этот процесс если я понимаю этот вопрос застрял и он как бы мешает воспринимать то базовое что уже было сказано судно все полностью сформировано так сформировано так все процессы все компетенции и администрирование построено так чтобы вот такой вопрос не возникал не у мессмана не у капитана что называется смотрим процедуру какая процедура процедура связи в случае имя джинси отдельный если танкерные открываем танкерные элементы и смотрим там есть элемент одиннадцатый по моему имя джинси это в какой публикации на каждом танкере в соответствии со стандартом и м с и под теми же самыми номерами обычно идут процедуры ну чтоб совпадали с теми процедурами которые в офисе понятно те же самые на борту судно танкерная индустрия ее можно брать как некий идеал понятно все работает не идеально но мы не говорим мы не бегаем за каждым тараканом доме как должно быть то есть и танкерная именно так и работает поэтому на танкерные примеры приводится процедура у капитана есть четкая процедура случилось то есть здесь может быть такой момент если у вас нет процедуры ваша компания не работает так как она должна работать по кодексу управления по sm код в котором написано что все процедуры должны быть если у вас отсутствует то здесь начинаем рыть дальше так эти процедуры составляются эти процедуры составляются из международных законодательств национальных законодательств требования стандартов различных классационных обществ и так далее тому подобное они составляются из них и делаются процедуры то есть если ее нет человек лезет и смотрит какой у нас есть кодекс расследования аварийных случаев конвенции залезаем туда смотрим какие случаи называются аварии какие называются аварийным случаем что такое особо тяжелая авария вот я сейчас так грубо не вспоминаю какие там настоящие формулировки и затем это должно быть отрапортовано своей администрации флагов незамедлительно это в течение то есть это все есть что такое процедура это уже подборка этого всего и поэтому она есть у капитана и поэтому когда у компании есть обязанность проводить тревогу связь то есть тревога которая не судно а тревога компанейская то есть вот шип шурдрил то есть компания инициирует то есть она говорит так ойл спил и мы отрабатываем компанейская отрабатывает все вы начинаете нам связывайтесь мы создаем штаб по управлению вы нам докладываете мы организуем подключаем береговые службы то же самое там человек тяжелая травма или погиб начинаем связи и пошло 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 это база база то что у каждого четко прописаны инструкции и все администрируется и капитан администратор этого объекта и вот только маленькое отличие этого объекта от других объектов на берегу в том что те кто работают на объекте они не уходят домой живут на этом объекте и вот этот момент осложняет работу во всем остальном то есть если мы абстрагируемся что мы живем там где работаем что мы такие джем шуты которые в подвале живут наверх поднимаются из подвала и вот это уже их завод на котором они пашу все то же самое тот же самый завод завод со своими бараками которым люди живут небольшая разница в том что на самообеспечение ну в тайге где-нибудь и к вам пока медицина приедет или пока к вам доедет пожарная вы тут сами сгорите и сдохнет именно на полярной станции боритесь то есть вот это вот как-то перевернуть свое сознание отойти от типа судна автономного судна традиционного и с момента асм-кода прийти уже к судну как просто подразделению компании находящимся в море управляемого из компании еще раз асм-код открываем там написано черным по белому компания отвечает за судно вот этот вот момент а дальше очень много таких вот сложностей которые следуют скажем так в течение лекции это как раз вот какая-то особенность она раскрывается и больше 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 то есть флаг судна и капитан с одного флага или нет если с разного это одно дело если с одного капитан попадает под административные и уголовное законодательство того флага на котором он находится если находится на другом флаге он не попадает не под административное не под уголовное каким образом его регулирует компаниях есть еще и государство флага которые контролируют работу капитана а по у нас кодекс торгового мореплавания мы смотрим на такой капитан его ответственность такой экипаж и тогда и тому подобное без согласия капитана по кодекс торгового мореплавания нельзя нанимать человека на борт до сих пор без согласия капитана то есть если капитан не хочет чтобы приезжал к ему этот старпом он соответственно и не приедет если он откажется кодекс торгового мореплавания то есть вот вот но правило осталось а почему я говорю это уже детали но изначально 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 вот есть компания она получает так называемых документов комплаенс таких и называют юси холдер док молдов айком мы говорим док холдер мы говорим о док холдер судно даже с air 2 0 сейчас начинает сдвигать акцент судно на док холдера потому что ответственный док холдер как он прописал процедуры открываем с air 2 0 и смотрим на любой вопрос и там будет рекомендация инспектору как на что он должен обратить внимание что может попадать под замечание и первое есть процедуры процедуры доступны вопрос о котором спрашивают моряка он знает эти процедуры то есть все начинается процедур они есть общие линия а мне надо придумать если у вас нет процедур и ваш как там было в чате человек спрашивает вот там супер интендант меня спрашивает и говорит что ты должен знать ответ супер интендантов процедура где это ребятки первое за что вас нагнут процедуры нет еще раз компетенция компетенция что написано функции то есть вас готовят к выполнению определенных функций функция навигация функция поддержание управление грузом персоналом функция груз и так далее да функция из-за этой функции судно то есть если эта функция выполняет нужна на судне под нее пошли быть компетенции под нее человек почему слайде в самом начале я начинаю с чего асм код stcw и млс млс здесь зачем наши все по контрактам это опять это нет контракт отчетом дело а кто такой экипаж а кто такой член экипажа крю кто такие крю тот у кого есть контракт судовладельца а судовладелец это тот кто управляет судном млс или поясом есть контракт который прописан процедурах прописано контракт с процедурами вместе функционал работает вот это действие капитана сверять что она все состыковано правильно чтобы тот человек у которого совпадают его компетенции выполняет ту функцию на сумме по на котором получил компьютер на как по которым к питению а затем для выполнения этой работы ему нужно время то есть manpower человек на часы сколько либо количество часов либо количество людей это работа капитана если он не управляет то первое что спрашивают почему человек работает не отдыхает ответственность капитана и обязанность его это контролировать и когда мы говорим что кажется капитан ничего не делает это большая ошибка старпома который начинает работать старпома бывший второй помощник он считает то что он делает руками он работает когда у него в подчинении уже люди золотое правило управления если я управляю я не работаю руками если я работаю руками и не управляю потому что здесь как только начинаешь делать что-то сам все остальное остается за пределами твоего это вот как допустим будет помощник осуществлять швартовные операции там на корме либо носовой части судна если он начнет сам концы тягать то он потеряет из вида часть людей которые могут делать что-то неправильно и впоследствии может привести к травме это первая тренировка для третьего и второго помощника на пути к старпу потому что чем отличается старший помощник от второго помощника менеджмент лэвел второй помощник и третий операционный лэвел а это менеджмент лэвел менеджмент там он отличается оперативностью и менеджмент в пределах его компетенции и вот здесь опять же капитан у капитана нет компетенции инженерные знания могут компетенции нет как бы кто ни говорил компетенция это знание плюс опыт работы если ты работаешь как стармех когда ты это делаешь если ты один контракт работаешь навигатором капитаном а другой старший механик вот такой человек вдруг может оказаться компетентно но ты уже из области фантастики работает он никогда не компетент а если он не компетентен как инженер как механик вопрос как же он управляет судно где основная задача это содержание судна в технически пригодном состоянии и решение всех технических инженерных вопросов так как это сложный технический объект как он им управляет он им управляет через умение менеджмента вот это опять же обязанности капитан состыковать палубу машину и катере состыковать работала вместе вот это обязанность вот эти вот митинги где старпом как вы горите идет и спрашивает капитана капитан может только с точки зрения опыта помочь в компетенции старпому или второму помощнику астапом и только с точки зрения опыта потому что по компетенциям одно и то же строком капитан компетенциям мы должны мы берем не университета мы берем пднв обычно стандартный среднестатический это одно и то же по опыту опыт мог оказаться и не очень а так это одно и то же поэтому капитану нечем помочь старшему помощнику в решении вопроса но помочь может старший механик с точки зрения инженер для этого собирается топ-4 митинг поэтому в процедурах в администрировании он прописан еженедельный системы управления отлаженная уже больше века только-только за последние десятилетия с этим кодом пришла на флот